Всем привет! Сейчас я вам хочу рассказать 5 плюсов и 5 минусов iPhone 11 Pro. Первым и самым главным плюсом является наличие трех камер. В основном модуле у нас установлен ночной режим, широкоугольная камера и, соответственно, увеличение в двукратном зуме без потери качества. С сравнением с камерой XR, которую я снимал ранее, фотки получаются более детализированные, а ночью качество просто в разы различается. Я приложу фотографию от XR и от 11 Pro. Вторым плюсом является OLED-дисплей, который очень яркий, насыщенный. В сравнении с IPS-матрицами данный дисплей, конечно же, дороже и красивее. Третьим плюсом является большая батарейка на 3000 мА, которой хватает на целый день без проблем. Четвертым плюсом является комплектующая этого телефона. Это мощный процессор, 4 гига оперативной памяти, которой хватит вам на 2-3 года еще стабильно, чтобы вытягивать все игры на максимальных настройках и приложения. Пятым плюсом могу отметить матовое заднее стекло, которое не оставляет разводов, как бы вы не выдели пальцами. Что касается минусов, первым минусом я могу отметить модуль камер. Он глянцевый, и как бы вы чухол не надели, камеры остаются на поверхности и заляпываются очень быстро. Могу отнести высокую рыночную стоимость на бул рынке, то есть бушные такие телефоны стоят довольно-таки дорого. Третий минус, что касаемо дизайна, это рамка из хирургической стали, которая так же марка, как и модуль камер. Немного затронулись, и сразу остаются разводы, и выглядит это небрежно. Могу отнести IPS-матрицу, которая была и в плюсах, потому что если вы телефон уроните, либо, не знаю, разобьете каким-то его способом, то ремонт будет стоить дороже самого телефона, наверное, либо приблизительно к новому. Пятый минус я найти в телефоне не смог. Если вы знаете какие-то недостатки данного телефона, оставляйте свои комментарии. Спасибо, всем пока.